Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, какие качества необходимы будущей жене. Конечно, если мы смотрим Господь свою невесту, церковь, он ее, по словам апостола Павла, делает святой и непорочной, собственно, умирает. Умирает на кресте, чтобы помыть свои крови, грехи, роды человеческой. Его церковь становится свято-непорочной, несмотря на то, что отдельные люди грешут. Поэтому, конечно, главное качество, которое нужно будущей жене, вот из этих стихов мы можем вывести, что жена должна быть святым человеком. Однако святость все-таки она там на лбу не написана, и, более того, иногда люди совсем не то за святость воспринимают и в отношении себя, и в отношении ближних. И, наоборот, Господь, более того, осуждал фарисеев, которые любили там показательно молиться на перекрестках дорог, или там скорбели, посыпали себя пеплом, там воскрили рис, носили, чтобы тоже показать какие-то свои стремления, заповеди Божьи исполнения. Господь говорит, не-не, совсем все это не нужно. Поэтому точно так же мы видим предостережение от апостола Петра. Вот почему очень хорошо нам прочесть апостола Петра, послание, кусочек из него, чтобы разобраться, какие же качества нужны будущей жене, так потому что апостол Петр был женатый человек. Помните, как Господь пришел, и одно из первых своих чудес, он исцелил тещу апостола Петра, то есть вот в доме его навестил, тоже, опять же, мы вспоминаем, как апостол Павел говорит, да, я вот безбрачный, у апостола Петра, у него жена, ну, тоже, как такое, можно сказать, более экспертное мнение, и тоже есть даже в предании церкви отождествление некоторых раннехристианских мучениц с дочкой апостола Петра. Так вот, открываем послание апостола Петра, первое послание апостола Петра, и читаем третью главу, третий стих. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или наряды в одежде». И самое главное, четвертый стих. «Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчалилого духа, что драгоценно пред Богом». Апостол Петр вот дает такое двусоставное указание, что не нужно обращать внимание и на что нужно. То есть, правда, не нужно обращать внимание, как там человек умеет укладывать волосы. Прежде всего, потому что, ну, это навык, в принципе, наживной. Если женщина любит своего мужа, и даже она ходит там нечесанная, растрепанная, такая взъерошенная, а мужу вот очень нравится какая-то укладка, то она ради него обязательно потом и начнет и научится эту укладку делать, а уж ради своих там дочек тоже научится самые тонкие косички плести. То есть, вообще это, в принципе, не проблема. Более того, когда вот это порой смотришь, «Ой, какая прекрасная, миловидная девчонка». А раз без косметики взглянул уже, когда нету таких слоев, румян, белил, как в древности, ну, или сейчас более тонкой работы, то тоже уже все-таки видишь, картина не совсем та. Конечно, надо себя украшать, и не только душу, но и храм души, и тела, в этом нет ничего дурного. Но, опять же, когда смотришь на жену, надо смотреть, чтобы случайно не ослепиться не той красотой, а то, мало ли, у тебя планка такая, а потом увидел жену без макияжа, и уже спасаться тяжелее. Жену-то выбрал уже с ней не расстаться, а как-то уже как-то дома на нее смотреть не так радостно сердцу. Но так это все-таки больше немножко в шутку, а вот все-таки более важно нам сосредоточиться на том, что апостол Петр говорит дальше. И апостол Петр говорит как вот об этой красоте души. Ну, вроде кажется, ну, батюшка, и заранее было понятно, что вы будете говорить не о внешнем надо мире, а о внутреннем, ну, заметьте, все-таки и о внешнем. Я сказал об одном аспекте немаловажном, который следует за честь. Но нам апостол Петр дает уточнение, как понять вот этот внутренний мир. Потому что не потому, как сколько там девушка поклоны делает, а вот посмотреть в тишине, в спокойствии. Как тебе рядом с человеком будет хорошо или нет, когда человек просто молчит. Да, ты вместе там на танцу. Ты вместе пошел кино смотреть. Ты вместе развлекаешься. И у тебя с человеком хорошо. И ты человека любишь. Ты смотришь на красоту вот этой девушки. Кстати, этот совет точно так же можно отнести и в обратную сторону. И тоже, когда девчонки будут смотреть и выбирать себе будущих мужей. А вот посмотри, каков человек, как вот и самые настоящие друзья, это те, с которыми ты можешь сидеть и молчать, и вам будет хорошо. И уж тем более муж и жена тоже, они все темы могут уже обсудить, и все равно они будут рядом просто сидеть. Им будет хорошо в молчании. Вот попытаться оценить человека в этой тишине. Каков он. Попытаться посмотреть, как человек никогда себя изображает, потому что, когда люди встречаются, они правда даже не для того, чтобы обмануть не из лицемерия, а из любви и желания порадовать своего возлюбленного человека, своего жениха, свою невесту потенциальную, стараются быть чуть-чуть лучше. А вот когда это как немножко так на паузу становится, то вот так проще разглядеть вот эту красоту духа. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, вот этот дух, мы же по сути видим то, что это отблеск Духа Святого, которого вот мы молимся, Царю Небесный, утешитель души истинной, приди всели севны. Вот то есть насколько душа человека, которого мы любим, может вместить благодать в Святаго Духа. Если она сможет вместить, то и кто нас делает счастливым? Ни развлечения, ни прекрасные женщины, ни красоты этого мира, и уж тем более там ни деньги, нас делает счастливым Бог, который нам всего немножко и земного подает, и возвышенного подает. И это как-то формирует наше счастье и ждет нас в счастье в Царстве Небесном, в наследии вечной жизни. И после этого еще, конечно, вот мы, если поймем, что Господь нас делает счастливым, то мы сприглядываемся к будущей жене и думаем, сможет ли она сделать меня счастливым? У меня такого несовершенного человека. Сможет ли она сделать меня счастливым, когда все-таки мы видим, что смотрим, приглядываемся в тишине, а все равно человек не идеален, и свои страсти. Смогу ли я вытерпеть вот это? Смогу ли я вот то, что я разглядел, какие-то даже недостатки? Не обязательно на них закрывать глаза, нет, их тоже мы смотрим, изучаем. Но не чтобы сказать, ой, фи, этот человек не помнит, а чтобы возвести реально свои силы. Да, красивые, да, вот тоже такие достоинства есть и души, а вот здесь там капризы какие-то, или здесь такой-то недостаток, а здесь там гордость. Смогу я с этим жить и это терпеть? И если вот ты вот немножко остановился, и тоже не только вот это молчание духа в чужом, но и в своем, в тишину, в сердце своем положил, и смог в этот момент прислушаться, причем тут не единомоментно, тут русская пословица «семь раз отмерь, один нас отрежь» очень подходит, то есть неоднократно тоже прислушался и к своей душе, не в пламени страсти, а в некоторой такой тишине, в некоторой молитве, то ты сможешь понять, смогу ли я быть счастливым рядом с человеком? И опять же очень важно понять по-христиански, сможет ли и этот человек быть счастливым рядом со мной, когда я, даже пытаясь вот прийти вот эту тишину души своей, беру и все равно чувствую, что страсти меня растирают, а человека-то надо ближнего беречь. Поэтому точно так же еще надо понимать, необходимы будут решения и качества, в том числе и отказать такому кандидату, который для нее будет недостойным мужем. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok